Пархат Супиев У меня шестеро братьев, сестер. Мы встретились с моей супругой во время нашей учебы в университете. Поженились. На сегодняшний день у нас трое детей, двое дочерей, трое внук, двое дочерей, один сын. Уже 35 лет Капархат женат на своей супруге Каменур. Она тоже уйгурка. Семью Супиевых по праву можно назвать примерной. Здесь уважают старших, чтят традиции и обычаи. В семействе даже есть свои правила, которые никто не нарушает. Новый год обязательно нужно встречать вместе, а на день рождения своих мам сыновья устраивают им праздник. Несмотря на то, что семья Супиевых восточная, здесь все решения принимает не только глава семьи. Если взять чисто нашу семью, я бы не сказала, что прямо слово мужчины – это закон. Но у нас как-то стараемся все решать согласованно. Я считаю, что наша родина здесь, как мы раз здесь родились, выросли. А исторически можно поехать посмотреть, знакомиться со своей историей, с корнями, как говорится. Пархат и Каменур воспитали двух дочерей и успели выдать их замуж. А вот сын Азизжан пока живет с родителями. Ему 16 лет. Будучи финанси, свободное время увлекается плаванием. Хотелось бы в Казахстане. Мне больше здесь нравится, чем за границей. Здесь меня все устраивает. У меня хорошая семья, хорошие друзья. Хозяйка угощает своих гостей санзой. Это праздничное лакомство из пресного теста. Одно из самых почитаемых блюд национальной кухни. Каменур готовит его только по большим праздникам. На Курбан-Айт и на Урыс. Но сегодня сделала исключение. Гостеприимство и радужность уйгуров сегодня в очередной раз доказала семья Супиевых. Вообще считается, что уйгуры не народ гостеприимный. Не то, что считается. На самом деле они есть так. В следующий раз хозяева обещали похвалиться не только кулинарными способностями, но и умениями играть на югурском языкальном инструменте. Дутари. Ильха Маюков, Мадина Жанузакова, Жанакун. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!